Добрый вечер пятницы в эфире по ДИИ на телеканале ЛОД в студии Дарья Расторгова-Куценко с новостями к этому часу. Сегодня в выпуске мы расскажем о таком. 700 тысяч жителей Луганщины сегодня ночью остались без света. Без света здесь не было и воды. Переселенцы. Отсутствие ЖД-сообщения, состояние автодорог, питьевая вода и отходы. В Северодонецке заседает комитет Верховной Рады по вопросам бюджета. Я считаю, что это максимально историческая поездка за 25 лет независимости Украины. Преодолеть 30 этажей, не вставая с инвалидного кресла, спортсменам-паралимпийцам Луганщины подарили гусеничный подъемник. Аккумуляторная батарея держит больше 30 этажей. Это было проверено. То есть это очень хорошая и нужная вещь. Десятки тысяч жителей Луганщины без света и воды. Область была обесточена из-за вражеских обстрелов боевиков. Сообщают на официальном сайте Луганской облгосадминистрации. Ночью 7 июля террористы в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию в городе Счастье. Из-за чего произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи Лисичанская-220. Но работа Луганской ТЭС не прекращалась ни на минуту. В час после 24.00 велись подключения к линиям Бахмутский-Юбилейная и Куриловка-Сватова. В 20 минут после полуночи и до 4.00-15.00 обследовали поврежденный участок. К ремонту приступили в 9 утра сотрудники национальной энергетической компании «Укрэнерго». Как говорится в сообщении, до 2.00-15.00 ночи без электричества оставалась вся область. Больницы и другие социальные объекты перешли на резервные источники питания. Напомним, заместитель главы обл. администрации Юрий Клименко обещал, что свет вернется в дома жителей в 14.00. Этого не случилось. Электричество начало появляться поэтапно. ДТЭК «Луганская ТЭС» своей мощности восстановила к полпятого вечера, а в Севердонецке свет появился в половину шестого. Все это время телеканал «Лот» и «Радиопульс» работали от генератора. Ни света, ни воды нет. А с какого времени? Где-то с часу ночи. Свет есть, воды нет. А с какого времени? Не может сказать. Не знаю. Я проснула, где-то в 5 часов уже не было. Я утром встала, вода уже была. И свет с 4 часов утра был. Все знакомые звонят с Ленина, вот тут, с Курчатова, с Новикова. У них сейчас нет ни света, ни воды. Під час силкового обстрілу було перебито кабель электроживлення в районі міста Щастя, і тому територія області була обесточена. На зараз тривають роботи. Обесточилась вся Луганська область. Порядка 700 тисяч людей были определенный период времени без напряжения. По водоснабжению у нас наутро были ряд населенных пунктов обесточены, так как были обесточены аппараты, агрегаты, которые подают питьевую воду. Сегодня Лесчанск, Северодонецк на эту минуту рубежная с водой. Меловой район пока без воды. Мощности Попаснянского районного водоканала – это Попасная, Вольска, Золотое, Воскутовка. Пока тоже временно без воды Волчая, Малорезанцева. Пресс-служба ДТЭК «Луганская ТЭС» обстрелы Счастинской электростанции не подтвердила. В их официальном ответе речь шла только о том, что они отделены от энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи Лесчанская-220. А чем именно вызвано это аварийное отключение, не сказано ни слова. Обстрелы вблизи счастья действительно были. В телефонном режиме по ДИМ рассказывает спикер штаба АТО Антон Миранович. По его словам, ремонтные работы и восстановление перебитых линий затянулись, так как пророссийские боевики не гарантировали бригадам электриков безопасность. По моей информации, там было все на том направлении, поэтому там должны были сегодня приступить к восстановительным работам. Вот где-то сейчас они должны решить вопрос насчет допуска к восстановительным работам. Но там та сторона, то есть сторона пророссийских незаконных вооруженных формирований, она не давала гарантии безопасности. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета впервые заседал на Луганщине в Северодонецке. Девять народных избранников и заминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. До начала выездного заседания посетили рубежное, проверили, как идет строительство дома для переселенцев и заехали в прифронтовое Новотошковское Попаснянского района. Инициатор поездки Нардеп от Луганской области Сергей Шахов. Мы в 4 утра выехали, сейчас у нас 13, 9 часов, разговоры были только о Луганской области. Это был такой информационный урок для многих, для большинства из них. И я надеюсь, что это даст свои положительные результаты. Я считаю, что это максимально историческая поездка за 25 лет независимости Украины. Бюджетный комитет посетил Луганскую область, независимо при какой власти этого не было. Я считаю, что сегодня мы максимально поднимем вопросы. Это и питьевой воды, и экологические вопросы, и вопросы твердобытовых отходов, рабочих мест. Это и запуск северодонецкого азота, и вопрос заработных плат. Чем закончилось выездное заседание бюджетного комитета Верховной Рады, мы расскажем в следующих выпусках подзей. Преодолеть 30 этажей, не вставая с инвалидного кресла. Для спортсменов-инвалидов Луганщины теперь это реальность. У них появился гусеничный подъемник, подарок от первой леди Украины Марины Порошенко. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Подъемник автономный, работает на аккумуляторе с подзарядкой от обычной электрической сети. Аккумуляторная батарея держит больше 30 этажей. Это было проверено. То есть это очень хорошая и нужная вещь. Подниматься к вершинам на этом гусеничном подъемнике теперь будут спортсмены с особыми потребностями Луганской областной Дю США, которая находится в Кременной. Сейчас здесь занимаются 88 спортсменов, 25 с нарушением слуха, 63 с проблемами опорно-двигательного аппарата. Подъемник – это очень важная вещь в нашем бассейне. Без него смысла нет сюда даже проезжать. Потому что когда достают на руках, ребята могут травмировать спину и повредить вам ноги. А ноги для инвалида или руки – это уже все. Тренер паралимпийцев Римма Старостина рассказывает, подобный подъемник у спортсменов был. Но он остался в Луганске. У нас очень был тяжелый вопрос с подъемником. Те инвалиды, которые на колясках живут, на третьих, на четвертых, на пятых этажей. Даже приглашение на соревнования вызывало у нас очень тяжелое положение, что их нужно на руках было снимать на колясках. Деньги на гусеничный подъемник собрали за время проведения всеукраинского флешмоба в ритме спорта, который инициировала первая леди Украины Марина Порошенко. Благотворительный фонд Порошенко одну спортивную фотографию в соцсети с хэштегом в ритме спорта оценивал в 100 гривен. Полторы тысячи участников – 150 тысяч. Сертификат на эту сумму и вручили паралимпийцам Луганщины. Будем поддерживать развитие и реформирование в сфере обучения, помогать детям с особой обучениями потребами. Спортсмены показывают результаты своих тренировок и рассказывают, что им еще необходимо. Руководство области обещает – все будет, но постепенно. Сейчас мы делаем проекты – это большой лекарнический манеж, который будет работать круглогодично. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, Пудия. Не фонтан. В Северодонецке экономят на благоустройстве города. Сезон фонтанов по всей Украине стартовал еще в мае. Но в областном центре Луганщины, Северодонецке, большинство водных сооружений по-прежнему не работает. А многие уже давно в аварийном состоянии. Вместо воды – мусор. А в единственном работающем фонтане, о чем не знает даже мэр, образовалось болото. Отличные. Где мы их видим? Только по праздникам и все. Воды, наверное, жалко. Не знаю. Нет у нас, наверное, городских хозяев. Некому взяться за это все. Желательно, чтобы они в горячее время были наполнены водой. Да, Никит? Чтобы можно было, скажи, свежим воздухом дышать в жару. Ну, пассивный мы чистим перед тем, как вот вода уходит и перед наполнением. Мы ведь не каждое утро по графику. Вода зеленая. Зеленая водоросли. Если не смотреть вниз, то нормально. Но я помню, было хуже. Реально было хуже. Тот возле танка, да, он, наверное, лет 8 назад еще работал. Вот приблизительно так было. Потом там что-то сломалось. Правильно я говорю? Нет? Я думаю, сейчас работаю. Интересно. А когда вы его последний раз видели? Ну, часа три назад. Что, включали воду, да? Бассейны северодонецких фонтанов. Сейчас, если и наполняются, то только дождевой водой. Когда же в Северодонецке займутся фонтанами? И займутся ли ими вообще? Узнавала Светлана Попова и расскажет об этом уже завтра в 18.50. Включайте свои телевизоры и смотрите по деталях. Ну, а поддей на этом не заканчивается. Во второй части выпуска мы расскажем о таком. Танк-миноискатель, программист из Северодонецка разработал бюджетное устройство для безопасности людей. У нас сейчас в нашей области военное положение. И это, собственно, и подтолкнуло меня на создание чего-то безопасного для людей. 27 мастер-классов по изготовлению мотанок, около 50 национальных игр и купальский костер. На областном фестивале игрушек в Кременной. Фестиваль вырос. Мы даже не ожидали, что будет такой успех и такой уровень высокий. Начинающие изобретатели студенты Далевского университета предпочитают не сидеть сложа руки, а воплощать свои идеи в жизнь. 21-летний северодончанин создал прототип мобильного металлоискателя в виде гусеничного танка. Парень предпочел не называть себя и представился ником ЛХДЕ. Рассказывает, сам он программист. Это была его бакалаврская работа. Но тяга к изобретениям у него появилась еще в детстве. Эффективность танка металлоискателя проверяла Екатерина Тырина. Свою разработку автор позиционирует как устройство аналог других металлодетекторов. Гусеничный танк. В общем, такой вот конструкции для прохождения по тяжелой местности, по труднодоступной. Такой танк найдет даже мины, уверяет разработчик. Главная идея – собрать бюджетное устройство для безопасности людей. На создание ушло 7 месяцев и около 2000 гривен. Принцип работы простой. Когда на пути попадается металл, раздается сигнал. Информация о находке передается на планшет. Тот начинает вибрировать. У нас сейчас в нашей области военное положение. И это, собственно, и подтолкнуло меня на создание чего-то безопасного для людей. Что могло бы обезопасить их жизнь. Есть люди, у которых недостаточно средств для того, чтобы как-то позволить себе доступен полноценный металлоискатель. И вот я хотел создать устройство, которое позволило бы им, собственно, находить мины и не бояться переходить по каким-то территориям. На открытой местности тестируем проходимость танка. Специально выбираем маршрут с препятствиями – ямы, палки и небольшие насаждения. Так, танк может проехать более полутора часа. А это около 20 километров по грунту, песку, открытой поверхности. Но это только прототип. LXDE планирует разработку усовершенствовать. В дальнейшем я планирую увеличить сам каркас, сделать металлические гусеницы для наиболее лучшего прохождения, усилить дальность действия раза в четыре, улучшить его, поставив сюда GPS-навигацию и позволить ему сканировать огромные участки территории. Воплощались в жизнь студенческие разработки в совместном образовательном проекте Украины и ЕС «Алиот» – развитие технологий, интернет-вещей. Далевский университет стал одним из семи украинских и четырех европейских вузов-участников. Общая сумма – 870 тысяч евро. Разработка ведется по четырем направлениям – здравоохранение, эко-мониторинг, IT и кибербезопасность, интеллектуальные транспортные системы. Здесь два направления. Первое – это обучение и создание учебных программ для последующих обучений на вот этих задачах конкретных. И второе – это практический результат. Эти макеты, эти разработки будут иметь серийного производства, если к ним проявят интерес соответствующие предприятия. Усовершенствованный танк «Металлоискатель» автор планирует представить через полтора года. Им защитит диплом магистра. Екатерина Терина, Сергей Иванов, Подии. Это не единственная разработка студентов Далевского университета. Проект «Интернет-вещи» – это семь макетов устройств. Среди них и система мониторинга водных объектов на основе IT-технологий и видеонаблюдения, которая способна улавливать горючие вещества и оборудована дальномером. Об этом смотрите завтра в нашем субботнем выпуске «Подии в деталях». Областной фестиваль «Народные игрушки и игры» прошел в Кременной. Выступления вокальных коллективов, конное представление, выставка игрушек ручной работы, а также 27 мастер-классов по их изготовлению. Каждый район Луганщины привез с собой по три игры. Ближе к полуночи на берегу реки Красная разожгли Купальский костер. По древним верованиям в нем сгорают все хвори и неудачи. Подробности в сюжете Елены Зверхановской. Мы делаем обереговую куклу, которая оберегает путников дороги. Вот такой кусочек ткани, вот такой платочек для котомочки, вот такой и вата, и нитки, все, больше ничего. Вот мы с девочками сделали, покрываем теперь нашу подорожницу, обязательно обереговый крест на груди. Куклы Мотанки, рассказывает мастерица, бывают трех видов – обереговые, обрядовые и игровые. Филипповка называется шестеручница. Для чего ручки крутятся? Для того, чтобы все хозяюшка успевала, и чтобы детки были ухожены, чтобы она сама была красивая, чтобы у нее в доме было, чтобы у нее муж был ухоженный. И все было, все было, ладилось и в печи, и в доме, и на работе. Вот такая куколка-помощница Филипповка. На фестивале около 50 национальных игр каждый район привез с собой по три народных забавы. Одна из них – «Поймай быка». Я была в разных конкурсах, участвовала. «Поймай быка» за рога, рогатку, все такое. Это мне очень понравилось. Здесь и школьники из прифронтовых территорий. На открытии праздника им дарят футболки с символом фестиваля. Подарок вручает глава области. А дети говорят спасибо военным, которые их оберегают. Дякуемо вам за непойдушие ставления до детвори та молоди. Бажаемо вам здоровья, миру, счастья та благополучия. Мечтаю, чтобы был мир все-таки. Чтобы она закончилась. Нам очень понравилась вся программа, как танцевали дети. Очень понравилась, когда ездили на лошадках. Выставка очень интересная. Фестиваль вырос. Мы даже не ожидали, что будет такой успех и такой уровень высокий. Замечательно прошел фестиваль. Молодцы наши культфросветработники. Всех наших районов отлично отработали. Вечером на сцене под открытым небом поет и танцует ансамбль «Раданы». Ближе к ночи на реке Красной разожгли Купальский костер. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Падии. И к этому часу это все новости. Чего ждать от погоды завтра в прогнозе синоптиков. Суббота 8 июля будет без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер северо-западный 7,12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 7,12 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 23. Дождь не предвидится также и в северо-донецке. Ночная температура воздуха будет не выше 11 градусов. Днем на термометре – плюс 20, плюс 22. 8 июля будет сухо и в Луганске ночью. 10,12 выше ноля. Днем – плюс 21, плюс 23. Мы всегда открыты для вас. Если вы стали очевидцем чего-то интересного, готовы рассказать об этом с места событий или просто владеете актуальной информацией, звоните. Телефон ПДИ 050-328-8644. А самые свежие новости о жизни Луганщины узнавайте на нашем сайте LOD.LG.UA. Спасибо, что оставались с подиемы. Увидимся с вами завтра на телеканале LOD. Хорошего завершения рабочей недели. Продолжение следует...